Приветствую! На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект 9672. Это тот самый законопроект, о котором вчера предупреждал Федор Венеславский. Законопроект об отмене отсрочки студентов. И сейчас мы посмотрим его текст и далее разберемся с тем, кто же из студентов имеет теперь отсрочку. Ну а если быть точнее, будет иметь отсрочку, если этот законопроект будет принят и станет законом. Вот его текст. Подан он Венеславским. И, кстати, среди соавторов есть еще Безуглая. Ну, как мы знаем, да, такая команда, которая как раз занимается вопросами мобилизации, являются специалистами в этом вопросе. Итак, изменяют статью 23 Закона Украины про мобилизационную подготовку и мобилизацию. И вот, что они предлагают. В какой редакции они предлагают изложить третью часть, да, абзац второй, третьей части, статьи 23. Вот предложение. Задебовцы профессийно-технично-фахово-предвищаемые и высшую освиты, которые задено или дуальное формы здобутать освиты, которые добывают уровень осв освиты, что есть высшим заранее найдем уровень освіти, в последовательности, визначенном Законом Украины про освіту. Если учебное было начало, не позже года достижения получения обучения обучения 30-летнего века, а также докторанты, которые учатся за деньгами или дуальной формами получения обучения 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 обучения. И вот теперь давайте подробнее разберемся с тем, какие же здесь указаны условия. Первое условие, которое однозначно бросается в глаза, это 30 лет. Если быть точнее, здесь привязка не к 30 годам, а к году, в котором вам исполняется 30 лет. То есть, соответственно, вы можете поступить и в 29, и в 30. То есть, если у вас в марте, допустим, исполнилось вам 30, а в сентябре вы поступили, то все нормально, вы соответствуете этому требованию. Поступить после 30 лет могут только докторанты. То есть, только одна категория людей осталась, которые могут поступить после 30 лет. Соответственно, сразу мы исключаем из перечня людей, которые имеют право на отсрочку, всех, кто поступил после 30 лет. Неважно, вы поступили на бакалаврат, магистратуру, либо аспирантуру. Если на момент поступления вам было более 30 лет, ну, если точнее быть, вы поступали не в том году, в котором вам исполнилось 30, а вы поступили в том году, в котором вам исполнилось 31 и больше лет, то право на отсрочку вы уже потеряли. Все. Все для вас. Эта тема закрыта. К сожалению, конечно, у вас сейчас есть вопрос, а не является ли это дискриминацией. Но здесь что вам сказать? К вопросу дискриминации государство всегда относится, знаете как, очень так неоднозначно. То есть в одном случае мы говорим, что есть дискриминация, а в другом случае мы вносим вот такие нормы и чем мы их оправдываем? Совершенно верно. Публичным интересом. Тем самым публичным интересом, который Верховный суд совсем недавно оправдал запрет на выезд мужчин из Украины. Вот в предыдущих видео я уже рассказывал об этом. Вот просто сославшись на то, что есть публичный интерес, поэтому можно запрещать выезд мужчин. И вот здесь, я думаю, точно так же скажут, что есть публичный интерес, идет мобилизация, поэтому это не дискриминация, а это в интересах общества. Далее. Что здесь нужно понимать? Вот те люди, которым до 30 лет, имеют они право на отсрочку или не имеют? Давайте разбираться. Здесь мы говорим, как и раньше, да, дневная либо дуальная форма должна у вас быть. И для того, чтобы вы имели право на отсрочку, вы должны, вот посмотрите, чему соответствовать, то есть если вы имели раньше уровень бакалавр и снова поступили в бакалаврат, все, это не отсрочка. Соответственно, если вы раньше имели уровень бакалавра, вы должны поступить на уровень магистра. Если вы раньше уже имели уровень магистра, вам нужно поступать в аспирантуру. Конечно же, здесь есть вопрос. А если я имел специалиста уровень, могу ли я поступить в магистратуру? Нет, не можете, потому что специалист и магистр, в соответствии с действующим законодательством, они приравниваются. И в этом случае, даже если у вас был специалист, диплом специалиста, то вы, соответственно, будете иметь отсрочку только в том случае, если вы поступили в аспирантуру. Если же вы поступили в магистратуру, отсрочки для вас не будет. Как мы с вами видим, условия получения права на отсрочку ужесточились. На сегодняшний день человек имеет право на отсрочку независимо от того, на каком уровне он учится, какое образование он получает и какой у него возраст. А если вот этот законопроект 9672 станет законом, то, соответственно, для отсрочка останется только у тех людей, которые впервые получают образование на том уровне, на котором они сейчас находятся. То есть, если это магистратура, то это должна быть первая магистратура. Если бакалаврат, то первый бакалаврат. Если аспирантура, соответственно, это должна быть первая аспирантура. При этом поступить на этот уровень образования человек должен в том году, в котором ему исполняется 30 лет. Соответственно, если он поступил позже, то право на отсрочку у него теряется. И после 30 лет поступать и получать образование могут только докторанты. И, соответственно, круг лиц, которые имеют право на отсрочку в связи с обучением, очень сильно сократился. А теперь давайте посмотрим, кто же получил право на отсрочку в соответствии с этим законопроектом. Но перед тем, как мы это сделаем, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка есть в описании к данному видео. А получат отстрочку по этому закону, если он будет принят, педагогичные працивники заклади фаховой и предвыщей освиты. При этом к ним нет теперь требования в контексте наличия научной степени, либо ученого звания. Соответственно, если вы являетесь педагогическим работником такого заведения, работаете там по основному месту работы с нагрузкой 0,75 ставки и больше, то вы получите отсрочку. К сожалению, как мы видим, ситуация с получением права на отсрочку ухудшается и сужается круг лиц, которые имеют на это право. И, конечно же, у вас есть вопрос, а как быть с обратной силой закона? Ведь обратной силы закон не имеет. Если у меня была отсрочка, то она должна сохраниться. На самом деле, я более чем уверен, что в этом случае закон, правило о обратной силе закона будет неприменимо. И уверен я это, исходя из анализа той судебной практики, которая есть ранее. В аналогичных делах, там, где затрагивались интересы государства, мы смотрели такие дела. Мы знаем, например, вот эти ситуации с постановкой на учет тех лиц, которые были исключены с воинского учета по достижению возраста. Да, мы знаем о граничном возрасте пребывания на воинской службе и на учете. Так вот, суд в этих ситуациях говорил, что все окей, здесь нет никакой обратной силы закона, мол, просто государство установило новые правила воинского учета. И я думаю, в этой ситуации точно так же суд скажет, что просто установлены новые правила предоставления права на отсрочку. И мы теперь всех людей проверяем по новых правилах, есть у тебя право на отсрочку или нет. И, собственно говоря, на этом все. Вот мне думается, что позиция судов будет вот такая. У меня на этом все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще полезные видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.